о привет слушайте не прошло и месяца после последнего обзора на токовые клещи от фирмы gvda как ребята присылают очередной свой прибор мультиметр gd 128 плюс посмотрели они тот обзор я упомянул что за дела 23 год какие батарейки где зарядка они мне пишут проблем нет у нас есть приборы в которых есть аккумуляторная зарядка и чтоб ты не порочил наше честное имя мы тебе высылаем прибор расскажи о нашем так сказать одном из последних мультиметров gvda gd 128 плюс повторяюсь название в общем вот такой прибор прислали нам китайские братья вам не чтоб мы с вами ознакомились и и и решили на нужен он нам или нет для приобретения давайте смотреть приезжает он фирменные вот такой упаковочки от gvda сзади функции прибора открываем дальше нас встречает вот такой вот замечательный футлярчик довольно таки интересный качественно сшитый на молнии упругий крепкий внутри мануал к сожалению на английском дальше в наборе у нас идет щупы о щупах много рассказывать нечего в общем то такие прикольные щупы с колпачками заглушечками заглушечками до с хорошими заглушечками крепкими заглушечками это кому интересно размер где-то ну сантиметров 80 проводов многие говорят что они грубые да они не силиконовые ну я считаю нормально провода я бы даже сказал отличные не великолепные великолепные они были бы если по не были силиконовые но учитывая стоимость прибора где-то у нас в долларов 40 ну в общем что учитывать не грубо говоря вот такие провода пойдет дальше у нас термопара если зашла речь о заглушечках и всяких колпачках здесь этого нету в общем термопара и термопара так пакеты нам больше не нужны будут а вот инструкцию принципе ознакомиться хоть она и на английском попытаться что-то уточнить с помощью переводчика телефона если кто не знает английский возможность есть такая с помощью телефона мы все это знаем поэтому ее наверное мы все-таки оставим а и коробку слушайте оставлю в принципе отправлять прибор одному из подписчиков придется скорее всего ну не себе же не не солить эти короче говоря прибора то все равно кому-то из вас он достанется поэтому кто не подписался подписывайтесь на канал или еще чего-нибудь вдруг и прилетит дальше у нас провод зарядки тот долгожданный провод который заряжает аккумулятор этого великолепного прибора больше не нужны эти батарейки я просто в восторге от этого так ну и и и и сам этот прибор вы посмотрите посмотрите что это такое что это за огромный вычислительный центр чтобы вы понимали вот экранчик у токовых клещей и вот экран у данного мультиметра мало примеров старый добрый мультиметр вот с таким экраном технологии да ну чего торжественно снимаем пленочку пленочка то она везде везде прости будущий обладатель данного мультиметра но отправлять я буду уже его видимо без пленочки все таки но я должен показать вам всю красу данного прибора правильно правильно а вдруг какие-то искажения будут тем более на видеокамере ну чё давайте я включу его но вы смотрите вы посмотрите на это чудо это каждый раз каждый раз когда вы будете его включать и видеть этот шикарный смарт-дисплей если можно это так назвать в общем дисплей у вас будет улучшаться настроение и вы будете дальше работать с большим удовольствием а показания вы можете отправлять прямо на мкс нет не отходя от рабочего места ну с таким-то дисплеем это можно правильно правильно я второй раз вам покажу с включенным понятно да чем мы теперь имеем какие приборы да еще и с аккумуляторной зарядкой в общем давайте разбираться чё к чему заранее попрошу прощения я не буду делать вот эти замеры диодов конденсаторов там транзисторов этих не вижу в этом никакого смысла проверять понятное дело что он показания снимает все нормально в этом плане насколько он профессионально определить скорее всего можно имеет видимо какой-то параллельно высокоточный прибор с которым можно будет сравнивать такового у меня нету поэтому что-то замерять я не вижу смысла в этом никакого хотя одни чем быть наверно измерим в общем смотрим слушайте ну по внешке вы сами все видите все безупречно кто-то говорит что это прорезиненная штука нифига это не прорезиненная когда мы еще называют пластик такой с прорезинкой soft touch не soft touch но этого тут нету хотя ну нет нет давайте это пластик в общем пласть пластиковый корпус пластиковый корпус шикарный читаемый дисплей это у нас по внешке сзади фонарик ножка питание нашего мультиметра 1200 миллиампер 37 вольта при включении прибора мы видим что прибор находится в автоматическом режиме выбора одной из трех величин измерения что у нас он измеряет напряжение сопротивление режим прозвона измерение емкости диодов емкости конденсатора микровольты чистота поиск скрытой проводки фазы миллиамперы градусы амперы в общем то у нас вот такая шкала режимов дальше по действующим кнопкам раз два три 4 5 6 кнопок имеется действующих на приборе гнездо зарядки провод зарядки вам уже показал давайте еще раз посмотрим покажу вам хотя что тут показывать но размотаем статьи заряди попробуем зарядить его как это вообще все происходит в общем то вот такой штекер многие ругаются на него зачем такое чем заменить в общем вот такой есть втыкаем так вот таким образом происходит зарядка в приборе красиво красиво чердя зарядка посередине имеется кнопка функ при нажатии которой мы выключаем изначальный автовыбор трех величин и ей же мы можем переключать режимы измерения как влево так и вправо ну или кому как удобно вперед или назад на предыдущих приборов такого не было ну и наверное вы увидели да уже что существует подсветка гнезд для правильной установки щупов наверно в каких-то приборах это тоже реализовано но я это вижу первый раз поэтому я должен поделиться с вами этим вы видите да это очень удобно давайте посмотрим да все работает в общем сжечь прибор ну точнее предохранитель прибора получится с минимальным процентом давайте последующей кнопки кнопка range простите меня за мой плохой английский функция включения автовыбора помогает избежать включения неправильных диапазонов если мы неправильно втыкаем мы сейчас его проверим что сейчас произойдет какие крепкие прибор умен выставляет ту величину которую надо мерить при вставленных щупов данные гнезда следующая у нас кнопка hold и рел выполняет две функции hold у нас запоминает результаты рел служит для выполнения относительных измерений прибор сохраняет текущее показание дисплея в памяти в качестве опорного значения при следующих измерения на дисплее будет отображаться разность измеренного и опорного значения нужная функция да супер нужная функция особенно кто в этом понимает я в этом не очень понимаю следующая кнопка у нас сел включение фонарика вот такой незамысловатый фонарик в общем подсветить поможет что-нибудь но путь в кромешной тьме до дома вам не по не сможет показать также данной кнопкой мы переключаем постоянный переменный ток true rms опять прошу прощения за свой английский в общем переводится как действующее значение переменного тока следующая кнопка максимум и минимум тут все понятно максимальные значения минимальные значения давайте ради интереса просто попробуем включить прозвонку посмотрим как приборы реагируют ну такая задержка не знаю насколько это большая небольшая задержка по моему предыдущий прибор немножко повеселее это все измерял давайте тогда посмотрим проверим функцию нахождения фазы здесь скажем так безупречно так режим нахождения скрытой проводки давайте вот так назовем ну короче ищет слушайте ну вот такой вот прибор в общем тогда профессионального он конечно не дотягивает ну по крайней мере прибор работает шикарный цена для такого прибора сравнительно небольшая в общем кого заинтересовало ссылка будет в описании но я вам забыл еще кое-что показать в данном приборе когда показывал ты уже эту ножку ножка но интересно очень сделано чтобы заменить предохранители достаточно выкрутить один винтик они как у нас вот в тех приборов надо прибор весь разобрать всю крышку там менять предохранители данном приборе у нас присутствует два предохранителя 600 30 миллиампер ник и 10 ампер ник достаются очень просто пожалуйста ну чтоб не спалить наш 10 ампер ник пожалуйста все равно будьте внимательны и нифига 4 больше 10 и будет тогда данный прибор у вас служить до конца вашей долгой и счастливой жизни я извиняюсь может быть я какие-то вещи упустил в общем получился такой общий обзор данного прибора единственное немножко взгрустнулась да с этими задержками не задержками да блин давайте еще раз попробую да не работает работает но может быть и правда надо раскочегариться в общем ссылка на прибор будет правду говорит надо раскочегариться в общем ссылка на прибор будет в описании переходите смотрите выбирайте не только на прибор смотрите переходите в магазин gvdi gvda там куча паяльников мультиметров и чё только там не найдете в общем каждый радиолюбитель любитель для себя найдет куча полезных вещей в данном магазине и конечно посылочки альфа карта еще раз прибор ссылка в описании на этом все дай бог вам здоровья и счастья в личной жизни все всем пока и 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 Продолжение следует...